здравствуйте уважаемые зрители видеоканала планета дзюдо мы сегодня в гостях клубе единоборств содружества город пушкина московская область и не случайно мы здесь сегодня вот все собрались а по случаю такого знаменательного события наверное для клуба и вообще для города пушкина и вообще нам для московской области потому что потому что наш главный герой екатерина аршулюк буквально несколько дней назад вернулась с первенства россии до 18 лет под дзюдо где в упорной борьбе завоевала первое место и стала чемпионкой россии екатерина пожалуйста для наших зрителей расскажи немножко себе меня зовут Татья я родилась в москве но живу в московской области в пушкино и а теперь слово алексей борисович орлов алексей борисович орлов руководитель президент клуба единоборств содружества и такое главное действующее наверное главный вектор направления этого клуба и алексей как появилась в этом скромном обители да да пришла маленькая кругленькая девчонка очень добрая очень смешливая всегда очень приятно было с ней общаться потому что правда ребенок будет такой очень позитивный результат когда даже вообще не думали как я понял екатерина уже она недавно пришла в дзюдо ну нет я не скажу что недавно ну наверное около десяти точно ну опять таки повторяюсь что не ставились какие-то планы на счет нее как спортсмена который будет показывать результаты просто было очень интересно с ней общаться потому что она позвольте девчушка хохотушка хорошо плавно переключаемся к тем кто заложил основу или так вёл к сегодняшнему результату это Анастасия Викторовна и Артём Алексеевич правильно? да Артём Алексеевич Анастасия Викторовна ну во-первых кто возможно ее узнает из наших зрителей она достаточно известная спортсменка в прошлом неоднократная чемпионка России по самбо зерка чемпионов России по дзюдо и кубков Европы по дзюдо и если мне не изменять память двукратная чемпионка мира по самбо то до 21 года правильно? нет я один раз была чемпионками и два раза была чемпионкой хорошо это спортивные твои результаты мы их убираем в сторону скажи пожалуйста как ты так умудрилась то будучи недавно еще спортсменкой переключилась на тренера и вот у тебя уже практически сразу вот так вот твоя ученица стала чемпионкой России ну на самом деле я думаю что может быть именно тот фактор что я в тот момент когда Екатерина пришла в наш зал была еще сама спортсменкой и показывала результат может быть он и свободен потому что я помню как во время тренировок моих совместно с их группами маленькими после того как все остальные детишки уходили из зала Екатерина оставалась мы с ней разговаривали смотрели опять таки смешные картинки она очень тянулась она пыталась что-то повторить пыталась ну выполнять те же упражнения которые выполняла я вот и все это время было видно что она очень горела очень ей хотелось и результат вот наверное такого как она своим маленьким сознанием в тот момент там видела и хотелось вот быть здесь быть в клубе я думаю что возможно именно вот это вот видение перед собой каких-то примеров каких-то вот людей которые ей всегда помогали которые были рады общению с ней возможно частично и сыграла роль в этом становлении ее личности как спортсмена вот ну а в дальнейшем когда я уже стала ее премьером ну конечно все равно основная заслуга это заслуга безусловно все горечки в ее воспитании ну куда без Алексея Борисовича но ну я наверное просто старалась сделать все то что от меня зависит максимально хорошо я почему сказал куда без Алексея Борисовича как ты только что сказала что ты когда пришла Екатерина в ваш клуб ты еще сама тренировалась ну а ты тренировалась поэтому тут такая взаимосвязь конечно же есть Катя а правда говорит твой тренер что ты вот так смотрела на нее и хотела ну как будто бы быть похожей да я всегда хотела быть похожей на нее и было приятно слышать когда нагонять много ну да согласен было приятно слышать когда Анастаса Викторовна приезжала с соревнований и каждый раз когда она приезжала поздравляли с какой-то очередной победой и я хотела всегда чтобы со мной то же самое происходило хотелось чтобы я тоже что-то значит в дзюдо Артем Алексеевич вы в дзюдо тоже не не новичок да тем более вы сын Алексея Борисовича и как я знаю Алексей Борисович достаточно такой серьезный ну в хорошем смысле жесткий специалист в области педагоги у вас тренировочный скажи пожалуйста ты вот переключившись на тренерскую деятельность после того как ты тоже завершил спортивную карьеру насколько тебе легко это далось и тоже как Анастасия Викторовна вы я так понял в тандеме как бы тренируете и успех Екатерина это тоже твоя заслуга ну я имею ввиду в тренировочном процессе насколько легко тебе вообще дается вот эта тренерская деятельность и в том числе подготовка будущих чемпионов то есть будущих будущей элиты российского дзюдо немножко забегает вперед а что делать будем надеяться ну как сказать не 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 как сказать а ты говори уверенно и громко Артем ну не скажу что это тяжело и легко так как я сам в детстве занимался и у меня практика есть то есть я разбираюсь все такие подводные камеры мне наверное намного легче будет нужен человек который с улицы занимавшись год или два будет пытаться проводить тренера по самому я просто с детства занимаюсь на самом деле может не дадутся каких-то высоких взрослых в спорте но я все это действительно знаю и бывает да это тяжелое здесь потому что сейчас такое поколение что родители что дети не особо физкультурные не особо физкультурные не считают как бы тренера педагога не считают его человека который оказывается не судом за это не может неправильно и как правило нарушается весь процесс что тренируешь что тренирование ребенка отличностей что касаемо Екатерины я ее Анастасия Викторовна сказала что когда пришла Катя в ваш клуб в то время ты уже тренировался и уже участвовал в соревнованиях ты так же как-то пытался или Екатерина тоже пыталась то есть получается Екатерина росла как бы на ваших достижениях ну да у нас не разница в возрасте большая но когда пришло время она перешла в следующую группу на тот момент я сам выступал и она видела то что взрослые осознанные работы и она потихоньку начинала что она по-любому это тоже сказано она видела как старшие ребята у нас и у нас еще были различные я это видела и стремилась Екатерина скажи пожалуйста вот этот результат которого ты достигла первый результат да ну первый такой серьезный заявку на попадание в элиту российского дзюдо ты предполагала что этот чемпионат будет такой удачный для тебя если честно предполагала в прошлом году я была призеркой до 18 лет я стала третьей и сборные тренировки проходили мне очень понравилось я думала вот я обязательно сюда еще вернусь и в этом году у меня была задача либо повторительным так либо признать лучше и получилось так что я все же смогла победить Алексей Алексеевич на ваш взгляд ваши как я уже сказал вы такое вот легкое направление да в тренировочном процессе ваши воспитанники которые сейчас занимаются тренировки деятельностью они четко следуют вашим указаниям они полностью оправдывают мои одежды это правда и вот хочу сказать как раз почему мы вместе потому что то что Катя показала какой результат это именно работа тандема но это так уже квартеты и да это именно совместный труд так вы правильно сказали по то что по уложенному вектору определенному но именно то что ребята меня поддерживают и помогают мне исследовать этому вектору создается результат то что наши ребята на таком уровне надеюсь что и дальше если мы также будем работать все вместе дружно то будем выдавать то вопрос ко всем понятно что не всегда в клубе особенно ваш клуб не такой наверное большой клуб где очень много занимающихся клубы центры 500 600 занимающихся хотя несмотря на это ваш клуб это достаточно я имею ввиду это место исторически исторически сложившимся да еще со временом Советского Союза здесь и в Дуркинске я когда-то приходил даже сюда на тренировки будучи ребенком приезжал с Москвы вот кстати тогда мы и познакомились если боится давно вот но все-таки ваш клуб он такой городской ну так называем метичковый небольшой да как обстоят дела с подбором спарринг-партнеров с кем вообще Катя тренируется потому что ну я посмотрел конечно же есть для Кати ну много людей но для того чтобы показывать хорошие результаты нужны конечно хорошие спарринг-партнеры кто они кто они ну это как на себя да да а учебной работы хватает ребят которые занимаются здесь ну понятно что тяжами проблема спарринг-партнеры я думаю что это у всех ну я имею ввиду не имею ввиду такие крупные там 70 тежей мало это правда для учебной работы хватает и не тяжей а для спарринг-партнеров мы выезжаем в соседние города тоже в Москву тот же Королёв ну на базу а вопрос к тренерам вы сами принимаете участие как партнер для отработки техники допустим Екатерина Анастасия ну давно конечно такого не было были ситуации наверное года два назад когда я еще боролась с Екатериной вот но в последнее время это было даже скорее работа какая-то в тройках и я была третьим номером уже где-то придерживая основного ее партнера на поясе или там на резине а такого чтобы вставать их с ней в пару то я не это Артём ну я не имею ввиду там может быть борьба шпаринг а именно какая-то техника какая-то отработка Екатерина а как ты вообще ты вот когда я пришел сюда в зал перед нашим интервью ты сказал что у тебя есть здесь человек который ну я его так назвал 90 процентов твоего результата да можешь сказать немножко о нем кто это это Степа это просто Степа да больше слов не да можно позвать ее на секундочку конечно скажи пожалуйста вот Степана насколько ты можешь вот оценить вообще тот вклад который делают вообще партнеры по тренировке для достижения результата на самом деле он делает большой вплот в мой результат и с ним работа у меня основная герна скорость а всегда ну скорость не особо большая но так как он весит не больше 70 кг то у него скорость очень большая и он заставляет меня как бы двигаться быстрее то есть это дает тебе вот такую некую фору перед ты это почувствовала вот на этих соревнованиях да конечно то есть у меня даже особой-то одышки на сходках не было и вот с ними тренировалась видимо на борьбе то есть он двигается скачет везде и нужно за ним где-то спинать там еще бросать вот Алексей Борисович какие дальнейшие планы у Екатерины в ее спортивной ну так карьере на предстоящий там полгода как ну на предстоящий полгода пока что сложно сказать сейчас первый сбор с боли получается у нас с 9-го с 9-го марта по 29-го марта а дальше пока что никакой информации нет ну в связи с ну ситуации которые сейчас происходят с отменой соревнований и так далее то есть ну в принципе планы это так как Екатерина уже попала в состав сборной России планы да значит уже выезды с сборной у меня вопрос ну опять таки есть как всем и немножко такое может быть не скромным и наперед как бы загадываем как на ваш взгляд Анастасия Викторовна как я уже сказал вы в прошлом достаточно титулованная спортсменка вы глядя на Екатерину видите в ней ну такой вот какой-то что-то такое что вот может быть даже будет гораздо лучше чем вы ну я имею ввиду вы понимаете в спортивном плане и что вы в такой можете увидеть так Екатерина ты не надо краснеть просто мы это нормальное явление мы хотим узнать вообще стоит ли продолжать ну здесь один наверное известный правильный ответ однозначный да но с небольшой наверное озаборкой в плане психологии в плане моральной подготовки в плане мыслей самой Екатерины потому что все мы знаем что физическая подготовка тактическая подготовка это конечно огромная огромный да там пласт на чем строится борьба спортсмена но помимо этого есть да там у каждого свой внутренний мир и конечно же там абсолютно целиком и полностью залезть в голову каждого наверное сможет не один психолог и поэтому то как в дальнейшем будет складываться судьба Кати это только целиком и полностью зависит от тех мыслей которые будут в ее голове от тех желаний от тех мечтаний наверное от того видения себя кем она действительно хочет себя видеть в будущем артём артём Алексеевич на ваш взгляд что есть такое в Кате что вы думаете может ей дать дальнейшее развитие именно спортивного цвета что что у нее такое есть большая стремленность и конечно хорошая тремленность Алексей Алексеевич на ваш взгляд у вас опыт еще больше на ваш взгляд что такое есть в Екатерине что дает ей вот эту некую пору что она может вот так развиваться в спортивном направлении ну у нее есть такая черта такой стерженечек который она говорит мне Алексей Борисович там такой большой зал ну тем самым показывает что как будто она боится посмотреть на видео которое вы может быть там видно что она абсолютно не боится то есть она все вот эти вот свои микро страхи она их мне выдерживает перед борьбой а потом на схватку выходит и абсолютно спокойно и я думаю что это стержень что она может до соревнований оставить все страхи за поделами татами а на татами выйти уже просто бойцов я думаю что она Екатерина скажи пожалуйста мы вернемся к прошедшему первенству как ты можешь оценить все первенство все твои поединки насколько они были сложные ну взвесить допустим прошлый год лет с кем сложнее бороться и и и и